Объясняю момент из международного права. Есть такая вещь, называется «Rows of War». То есть, если на страну... Это оно как бы не писано, но оно де-факто. Есть «de-юр», а есть «de-факто». Это «de-факто», не «de-юр». То есть, если на страну напали, другая страна, и страна, на которую напали, победила, она может аннексировать территорию, как Советский Союз аннексировал Калининград и Курилу. Хотя Япония не напала на Советский Союз, поэтому они не признают. Япония не нападала на Советский Союз, там был пакт о ненападении, но... Я говорю сейчас о Израиле. На Израиль, проходите, мадам, ни в чем себе не отказывайте. На Израиль, слушай меня, напали, поэтому Израиль заберет газу. Он так делал до этого. На него напали, он забрал Голландские высоты и забрал Синайские полуострова. Потом он им отдал в обмен на мир. А газу он еще не отдаст. Значит, план такой. Смотрите, что делает Израиль. Когда Ливан напал на Израиль, Израиль превратил половину Ливана в руину. Они до сих пор не могут отойти. Поэтому они легко постреливают. Они знают, что если они стынут серьезно, то Ливана вообще не будет. Вторая половина будет в руинах и там не будет страны. Значит, что они делают с газой? Значит, Северная газа это уже руины. Там негде жить. Теперь они их выдавили в Южную газу. Они уже взялись за Южную. Значит, их выдавят на Синайский полуостров. Египту дадут очень серьезные бабки. Им простят миллионные долги. И дадут им оружие. И они их примут. И они там после останутся. Аминь. Аминь.